Благодарю, спасибо. Если что-то со звуком или с видео, мы стараемся не отвлекаться. И так тема, которая, наверное, волнует не только педагогов у нас, воспитателей, учителей, но и родителей того, как научить ребенка логически мыслить и рассуждать. Потому что рассуждения, безусловно, они вербализуются, то есть словесно оформляются, особенно в детском возрасте. И если кто-то из участников сегодняшнего вебинара был на моих предыдущих встречах, то вы можете легко заметить, что очень много точек соприкосновения, пусть и по разным темам вебинара, потому что все они, конечно, касаются речи мыслительной деятельности, которая лежит в основе рассуждений. И так все родители, конечно же, хотят, чтобы их дети были здоровы, успешны и, соответственно, могли решать как жизненные проблемы, находить решения, думать, размышлять. Вот этим, казалось бы, навыкам, которые приобретаются в процессе жизни, мы обучать начинаем уже их с раннего детства. То есть мы начинаем развивать логическое мышление. Что такое мышление? Существует множество определений, их можно обобщать и по философским словарям, и по логическим, и по обычным нашим словарным дефинициям. В самом общем виде это процесс познания через обобщение, а посредованное отражение действительности. То есть те знания, которые мы получаем не от органов чувств, а с помощью мыслительного процесса. Можно привести простой достаточно пример. Когда мы смотрим на кипящий чайник, то точно знаем, что в нем вода горячая. Не нужно измерять ее температуру с помощью специальных приборов, не нужно пробовать рукой. Мы помним, как выглядит кипящая вода и обобщив свои знания, естественно, распространяем их и на конкретный чай, делаем выводы. Вот так примерно в самом грубом его варианте устроен процесс мышления. Рассмотрим основные, точнее, может быть, я даже напомню, систематизирую те основные мыслительные операции, которые помогают в процессу общения в целом и познания. Это прежде всего, конечно, анализ. Напоминаю, это такая мыслительная операция, когда мы разлагаем изучаемый объект на некоторые составные части, на свойства, характеристики и так далее. И анализ помогает выделить либо определенные свойства предмета, необходимые нам в том или ином случае, ну и их, может быть, сколь угодно. К примеру, как можно описать яблок. Элементарно оно круглое, красное, съедобное и так далее. Синтез. Это противоположная анализу операция, когда на основе уже общих черт предмета или явлений мы с вами объединяем в группы. В нашем примере это нечто красное, как цвет, круглое или съедобное. Что это может быть? Это может быть яблоко и не только оно. Очевидно, что этим может выступить и помидор. Или под это описание может попасть и конфета, соответствующая форму. Обобщение. Это объединение различных предметов и явлений в одну группу на основе некоего общего признака. Например, разные предметы могут быть по форме различаться. Яблоко, банан, груша. Или их можно объединить в одну группу на основе признака, что это съедобное. Яблоко, красный бант и пожарная машина абсолютно разные вещи, но их объединяет один признак – красные предметы. Сравнение. Тут еще проще. Предметы и явления, которые имеют некий один общий признак, сопоставляются друг с другом. Яблоко, оно такое же красное, как и пожарная машина, но, естественно, значительно меньше. Общий признак – цвет, отличие, размер и форма. Конкретизация. На основе общих признаков мы определяем конкретные предметы. В нашем случае, если я продолжу тот предметный ряд для иллюстрации, который начала, красные предметы – это яблоко, пожарная машина, там машина, бант. А съедобные продукты – это бананы, яблоко, груша, пометру. В зависимости от того признака, который мы кладем в основу группировки предметов или ябли. Ну и, наконец, аналогия. Перенос знаний об одном предмете или о каком-то явлении события на другой, может быть, менее изученный, менее известный, или даже недоступный для изучения. Зная характеристики одного яблока, мы можем дать обобщение всем яблокам в целом. Продолжая говорить об основных мыслительных операциях, мы относим сюда же и абстрагирование, классификацию и систематизацию, которые, кстати, как раз и выстраиваются на основе предыдущих, выделенных нами более мелких операций. Абстрагирование, когда мы изучаем предмет, нам необходимо сконцентрироваться на каком-либо одном его свойстве или какой-то характеристике. При игнорировании остальных, да, к примеру, мяч и апельсин – это круглые предметы, на этом их сходство завершается. Но если нам нужно назвать именно предметы, которые имеют форму шара, в отличие от остальных, да, то свойства апельсина и мяча, от их остальных свойств, конечно, мы можем абстрагироваться. Классификация. Мы распределяем предметы по каким-то признакам. По форме, по цвету, по признаку, скажем, съедобные, несъедобные, по признаку горячие или холодные и так далее. То есть это мысленная классификация, которая помогает нам упорядочить знания не только о предмете, но и в целом об окружающем мире. Ну и, наконец-то, систематизация. Мы уже располагаем, скажем, в отличие от классификации объекта в определенном порядке. Ну, например, все красные предметы мы можем выстроить по размеру, да, от большего к меньшему, ну, скажем, пожарные машины, яблоко и банки. Таким образом, когда мы эти мыслительные операции привносим в наш процесс обучения, любых знаний, да, ну, как правило, мы опираемся на несколько из мыслительных операций. Это не отдельно, как я сейчас вот позволила себе препарировать на уровне определений, чтобы напомнить вам, что это такое, а именно на нескольких из перечисленных мыслительных операций. Когда мы говорим о моделях мыслительных операций, которые используются нами в процессе обучения, неважно, это в дошкольном учреждении или в младшем школьном звене, то мы представляем, как правило, модели классификации или систематизации. Это более общие модели, которые включают в себя анализ, синтез и так далее, то, что вот на предыдущих слайдах демонстрировалось. То есть мы с вами должны показать, продемонстрировать и выработать у наших подопечных умения выстраивать закономерности расположения ряда элементов по какому-нибудь признаку. Либо по убыванию, либо по возрастанию, либо некий родовой признак объединяет более мелкие видовые, или можем использовать классификационное древо. Ну вот, если эти признаки мы обучим этим признакам наших детишек уже в дошкольный период, то, будучи учениками, наши подопечные будут решать задачи в два и больше действий, им легко будут даваться примеры со скобками и уравнения. Ну и, конечно, это ляжет в основу изучения тех больших сложных математических систем и алгоритмов уже в старших классах. Вот такова, дорогие мои слушатели, ответственность на нас с вами, когда мы только-только начинаем обучать наших деток вот таким мыслительным операциям. Скажем, ребёнок 5-6 лет уже в состоянии пользоваться следующими мыслительными операциями. Он анализирует предметы и явления, он выделяет какие-то общие характерные особенности, он может установить причины-следственные связи и делать некие умозаключения. Пусть по своим моделям, но эти попытки всегда есть, были и, может быть, и будут отличаться от взрослых выводов умозаключений. И в этот период, как я полагаю, вот так навязывать то, что вот так должно быть, а вот это не следует из твоих рассуждений, ну, крайне опасно в том плане, что мы не щадим детскую психику. Вот это навязывание, оно в дальнейшем может, конечно, лишить самостоятельности хотя бы наших детей. Поэтому внимательно слушаем и корректируем, поправляем, направляем и развиваем. Как это будем делать, мы чуть позже к упражнениям с вами перейдем. То есть, когда мы говорим уже о 5-6-летнем возрасте детей, то логическое мышление в таких упрощенном варианте вполне доступно. При этом из литературы детской, психологической, как мне удалось выявить, психологи предостерегают родителей попыток быстро перевести ребенка, скажем, от стадии образного мышления, ну, скажем, в более развитую стадию логического мышления. Этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что если мы с вами помешаем ребенку думать образами, то, что свойственны ему в определенном возрасте, этого делать не стоит хотя бы потому, что это умение мыслить образами, оно формирует креативность, оно располагает к творческому началу у детей, но, следовательно, креативность и творчество, они предполагают нестандартное решение задач. Поэтому отсутствие развитого воображения может вылиться, конечно, в неспособность ребенка к абстрактному мышлению, которое развивается, как мы знаем, чуть позже, уже ближе к среднему школьному звену. Поэтому вот наши такие педагогические ошибки или недоработки, они чреваты, конечно, вот большей затратой энергии и сил уже детишкам в среднем школьном звене. Поэтому главная родительская наша с вами обязанность, конечно, в том, чтобы мы могли обеспечить эффективный процесс познания. Я понимаю, что среди слушателей могут возникнуть вопросы, а как же быть тогда с трехлетками, четырехлетками, ведь они все-таки тоже уже рассуждают и делают выводы. Да, малыши трех-четырех лет, безусловно, обладают простыми мыслительными операциями, но, согласитесь, они думают руками. Позвольте мне вот такую метафору использовать в процессе вложения своего материала. Что значит думают руками? Нужно предоставить им в этом возрасте как можно больше возможностей тактильно изучать предметы и возможности трансформации этих предметов, их изменений. Ребенок обязательно должен сам строить башню, не только из кубиков, лепить куличи из песка, искупать уточку в воде и так далее. То есть материал здесь может быть безграничен, но ограничиваться соображением безопасности. Вот эта тактильная связаемость, она основа того, что в дальнейшем вот эта чувственная реакция детей, ну и, соответственно, национальная, будет развиваться и параллельно сопровождать нашу мыслительную операцию. Когда мы сосредоточиваем внимание детей на содержании и объеме понятия, ну, я думаю, не обязательно здесь давать терминологическое обозначение, потому что в 5-6-летнем возрасте понятие объем или содержание усвоить пока что еще сложно, да? Но во всяком случае, когда мы на конкретных примерах, рисунках или игрушках даем понятие вообще, что такое есть четырехугольное, что это некая фигура геометрическая, которая имеет 4 вершины. Мы объединяем их отрезками, это стороны, и попарно соединяем эти точки или вершины. И, соответственно, объем понятия сопрягаем с этим содержанием. К четырехугольникам мы с вами можем отнести и квадраты, и ромбы, и трапеции, и прямоугольники, а дальше уже вот из этого общего родового понятия четырехугольник, идут видовые отличия. Чем отличается квадрат от ромба или от трапеция? Здесь уже будет сосредоточено внимание на таких особенностях, как длина сторон, как соответствие сторон равные или разные, и отсюда уже разница тех четырехугольников, с которыми дети уже будут с их видами знакомиться и в школьном курсе математики и геометрии. Когда я вам демонстрировала при характеристике основных мыслительных операций вот такие круги Эйлера, ну, есть такое понятие в логике, Эйлер ввел такое обозначение спосредственно кругов, поэтому термин вошел в круги Эйлера, родовое понятие более общее, ну, например, четырехугольник, о котором мы с вами говорили, и видовое понятие менее частное, да, скажем, трапеция, квадрат, ромб или что-то. То есть вот такое содержание иллюстративное детям, конечно, для усваивания будет гораздо проще, нежели мы это будем повторять им для запоминания. Вот оно, классификационное древо, тоже достаточно удобное для объяснения понятий, объема понятий, содержания. Ну, скажем, мы рассматриваем с вами понятие животное, да, что мы сюда с вами можем включить? Дикие животные, куда зверей перечисляем, или домашнее животное, да, скажем, среди домашних животных мы, соответственно, можем домашнюю птицу выделять, домашнюю парнокопытную и так далее. Среди диких зверей мы уже выделяем медведь или кошка. Кошки тоже бывают разные, да, кошки дикие, кошки домашние. То есть здесь уже видовые понятия на более частные разбиваем, сосредоточим внимание наших детей на тех особенностях, на тех признаках, на которые вы обращаете внимание. Вот когда мы располагаем элементы, прошу прощения, по признакам, по нашим моделям, то есть мы обучаем выстраивать наших детей закономерностям расположения элементов либо в порядке возрастания, либо убывания, то вот этот признак или свойства, они, конечно, запоминаются нашими детьми гораздо быстрее. Когда мы рассматриваем особенности детского мышления, мы подразумеваем их виды, да, которые известны нам с вами из курсов детской психологии, которые вы наверняка изучали. Мышление выделяет в детском возрасте как наглядно действенное, да, это изучение предмета при контакте с ним, да, при непосредственном взаимодействии. Это вот как раз начиная с двух с половиной, трех лет до пяти, оно развивается как раз в этом возрасте, и мышление строится по принципу действия, наблюдения за результатами этого действия и попытка понять, что происходит. То есть малыш пока не размышляет, он практически обращается к самому вот этому действенному опыту и тому, что он видит, тому, чему мы его обучаем. Наглядно образное мышление, оно уже начинается примерно в трех с половиной, четырех лет и является ведущим вплоть до шести с половиной, семи лет. Здесь, безусловно, важную роль играет приобретенный ранее опыт, вот тот самый, который на основе наглядно действенного мышления сформировался, да, и в этом возрасте, в образе от трех с половиной до шести с половиной лет не обязательно, конечно, уже совершать определенные действия, а ребенок работает с его образами и даже мысленно может совершать определенные действия с этими образами. Ну, например, если малышу двух лет, чтобы покормить куклу, непосредственно нужна эта кукла и ложка, то в пять лет ребенок оперирует невидимой ложкой и ведет активный диалог с куклой, которая может существовать или может быть вполне воображаемой. Ну и, наконец, словесно-логическое мышление. Оно характерно для детей, как правило, старшего, среднего и старшего дошкольного возраста, формируется примерно к пяти годам, к пяти-шести годам и становится ведущим с семи-восьми лет и остается основной формой мышления у большинства нас с вами, у взрослых людей. А это наиболее развитый этап мышления. И здесь в процессе познания вовлекаются не только действия и образы, но ребенок и взрослый человек уже задействуют те мыслительные операции, краткую характеристику которых я вам ранее дала, вот и рассуждения, и на основе стадии мышления, конечно, рождается уже речь. И когда мы говорим о логическом мышлении, то, безусловно, предполагаем, что это навыки и умения оперировать и абстрактными понятиями, то есть это мышление, когда мы рассуждаем или что-либо опровергаем, приводим некие аргументы или же доводы и тезисы. Что может входить в арсенал средства, развивающие логическое мышление? И вот здесь вот запятую я пропустила, прошу прощения, средства, развивающие логическое мышление. Вот из всего того арсенала, что мной перечислено здесь, их гораздо, конечно, больше, и вы, исходя из своего опыта, конечно, можете много привести примеров, но тем не менее. Понятно, что это и стихотворный текст, который нацелен на развитие операции обобщения, классификации, конкретизации. Это игры, упражнения, которые построены на причинно-следственных связях. Сразу могу делегировать вас к тем темам предыдущих моих вебинаров, где мы и в квесты игры, и алгоритмы изучали, и многое другое, что как раз на причинно-следственных связях строится. Упражнения на развитие операции сравнения, установление причинности, загадки различного рода, головоломки, счетные палочки, которые уже в детском возрасте в дошкольном образовательном учреждении используются, а не только в начальном зиме, как это было ранее. Ребус, ну это уже старший дошкольный возраст, да, и неправильные сказки. Вот, может быть, вопрос у вас возникает по поводу неправильных сказок, если предыдущее, оно, безусловно, нам всем знакомо. Ну, что такое неправильная сказка? Это ломка привычного сюжета, известного уже произведения и вам, и вашим детишкам. Ну, я обычно люблю сказки такие Андрея Усачева, продемонстрирую его неправильную сказку о красной шапочке. В шапочке красной возле осинки гриб подосиновок рос у тропинки, а по тропинке злой и голодный волк пробегал, очень страшное животное. Кто это прячется в шапочке красной? Хищник защёлкал пастью ужасной и зарычал, обезумев совсем, красная шапочка, я тебя съем. То есть грибок и привычная красная шапочка, да, то есть образы метафорические меняются, и, соответственно, такие ломки сюжетов не могут не вызвать смех у детей. И, конечно, здесь всё можно поставить на свои места, рассуждая, что же в данном стихотворении, кто является красной шапочкой, и какую шапочку из привычных сказок с сюжетом знакомым, известной детишкой. Безусловно, в том возрасте, о котором мы говорим, начиная со среднего и дошкольного, наглядный материал всегда играл и играет, и будет играть большое значение, но, тем не менее, уже дошкольного возраста, начиная, дети способны анализировать ситуацию, они способны прогнозировать развитие её на основе прежнего опыта, да, обобщать и делать выводы. Говорят, что в возрасте 5-7 лет, вот психологи детские утверждают, я с ними солидарна, включается логика. То есть подключение идёт вот тем процессом, который свойственен для взрослого мышления. Когда мы с вами затрагиваем сравнение как мыслительную операцию, то мы имеем в виду становление сходств или различий предметов по разным признакам. Среди признаков мы с вами выделяем существенное или несущественное. Эти признаки возможны по разным критериям, я привела 5, может быть, гораздо больше. Ну, например, используя иллюстративный материал, мы детишкам можем показывать, да, вот скажем, ласточки и пингвины. Какие сходные признаки, существенные для того, что мы с вами видим, являются для изображения? Конечно, они скажут птицы. Да, что же их различает? Различает то, что ласточка летает, не летают пингвины. Можно здесь множество сопутствующих вопросов задавать. И сходство, посмотрите, по окраске. Да, и сходство того, какие элементы у птицы есть, да, там, клюв, крылья, хвост и прочее. И различия. Именно на выделение существенных, несущественных признаков у нас закладывается относительно операции сравнение. Напомню вам, сравнение лежит в основе метафоры. Вспомните, пожалуйста, наш тематический материал, когда я говорила, что метафора лежит в основе образов. И как только мы обладеваем алгоритмом, усваиваем алгоритмом составления образования метафор, ребенок легко сможет отличать метафоры от каких-либо других образных средств. Ему будет легко это в школьном курсе русского языка литературы усвоить и подготовиться к различению уже метафоры и эпитета. Хотя эпитет, по большей части, является родовым понятием для метафоры. Несущественными признаками, как мы сказали, у птиц, к коим мы относим ласточек и пингвинов, являются форма и размер. Ну и, конечно, способность их к действиям летать, не летать. Далее можно сравнить картинки животные дикие и домашние, что у них общего, начиная от того, что это парнокопытное, и есть много общих элементов у этих животных, и чем они отличаются. Я бы не побоялась использовать для того, чтобы сподвинуть ребенка к свободному рассуждению и к неким, может быть, нетривиальным выводам, которым может ребенок прийти, и вы вместе с ним корректируете, почему у лошади не растут рога, почему олень спрасывает рога, у всех ли оленей есть рога, и так далее. То есть вот здесь мы, безусловно, должны быть подготовлены ко множеству вопросов, связанных с тем, почему учечным возрастом, да, пяти-шестилетним, когда вот взрыв мыслительных операций бывают у детей, это еще Корней Иванович Пучуковский замечал, и, конечно, предлагая им некий иллюстративный материал, укреплять их познание, дополнять их фактическим, патологическим материалом, который свойственен тому, что вы предлагаете. Если мы сравниваем велосипед и мотоцикл, что здесь общего? Понятно, дети это легко увидят, и руль, и количество колес, и сидений, и иногда мальчики могут еще и дополниться на сведения дать, которые переняты или услышаны от отцов-братьев, а что их отличает? Понятно, что здесь может быть прогнозирована скорость того движения, как на велосипеде, мотоцикле, и вспомните, пожалуйста, наших мультипликационных героев или героев их сказок, кому помогал велосипед или мотоцикл. А что было у почтальона? Печки на мотоцикл или велосипед? И сюжет развиваем. Дети, тем самым, подключаясь к рассуждению, они и формируют навыки составления предложений. Продолжения усложняются. Лексический запас мы с вами пополняем за счет детализации вот тех признаков и их вербализации, то есть словесного оформления, и тем самым лексико-семантические группы, скажем, транспорта, животных и так далее будут пополняться. Когда мы сравниваем, картинки опять-таки связаны с транспортом, но уже, скажем, воздушным. Что схожего между вертолетом и стреказу? Безусловно, дети могут выделить и то, что нам с вами может даже и в голову не придет, потому что порой те детали, которые нам уже кажется, что замылили глаз, привычных нам вещей, дети могут поднять все очень интересные вещи, на которые мы, взрослые, можем не обратить внимание. Что отлично? Почему, как вы думаете, у самолетов, у вертолетов, почему у вертолета нет крыльев, как у самолета? Что, какую роль, какую функцию выполняют крылья или вот вертушка или лопасти у вертолета? То есть вот подобного рода вопросы, конечно, будут подстегивать познавательный интерес детишек, которые, я уверена, дома обязательно тоже будут дополнительно спрашивать у родителей. Сравнивая привычные картинки кукла и девочка, что общего и в чем отличие, признаки существенные и несущественные, мы выделяем с вами, конечно, и по признакам живое и неживое существо, могут дети даже детализировать там красивое, некрасивое, активное, неактивное, те признаки, еще раз повторяю, которые с их точки зрения, с их детского мировосприятия, на их взгляд, могут показаться существенными. Наша задача, конечно, корректировать основные и выводить их на понятие родовидовых отношений, то есть общее понятие и частное. Когда мы сравниваем не только по форме, не только по содержанию, но еще в детском возрасте ведущую роль, как вы знаете, еще и зрительное восприятие, имеет огромное значение, поэтому мы обучаем наших детишек, и, кстати, много очень литературы, учебного материала, вспомогательного, который вы используете на своих занятиях, кто-то по Петерсон занимается, кто-то по другой программе, выбранной вами. Вот подобных упражнений в учебниках, конечно, очень много. И вот в тех интернет-материалах, которые делятся ваши коллеги, тоже вот подобный алгоритм заданий, он уже хорошо представлен. Какие одинаковые, а какие и чем отличаются. безусловно, здесь проговариваем не того, почему мы объединили вот этого мышку с этим, ребенок объясняет, почему мы не объединяем, скажем, этого мышку с этим, тоже объяснения должны быть аргументированы. Мы потихоньку подводим их и к различению геометрических фигур. Уже со среднего возраста дети должны отличать круг, треугольник, квадрат, во всяком случае, ну и, конечно, цветовая гамма. И вот здесь уже подобного рода задания, они немножко сложнее, потому что, во-первых, на счет идет опора и на цвет. Условно, здесь у нас с вами не хватает чего, уважаемые коллеги. Какая фигура здесь не достает. треугольник. Смотрю чат. Не вижу ваших ответов. Совершенно верно. Здесь не хватает синего треугольника. Треугольник пишут все, а то, что синий мы упускаем. То есть взрослые это имеют в виду само собой разумеющимся. Обязательно акцент на том, что, во-первых, совершенно верно треугольник. А какой треугольник из несостоящих? Конечно, детки говорят, что синий, потому что здесь всего два предмета, а там три. Вот, казалось бы, эти мелочи, но кто-то и квадрат написал, но здесь уже шутки ради, видимо. Хорошо. А вот сравниваем акулу и дельфина. Вообще дети очень интересно воспринимают морских животных, потому что, наверное, в нашей полосе в большинстве реже мы все-таки встречаемся. Но те, кто у моря проживает, может быть, это самые такие ходовые сравнения. дети вместе с вами подчеркивают, что это акула, это дельфин, которые живут в воде. Что их еще объединяет? Плавники, их объединяет хвост, нос. Что их различает? Акула оказывается рыба. Почему дельфин не рыба? Ведь она тоже плавает в воде. Оказывается, дельфин это морское животное. Акула не животное, акула это рыба. И отличие в том, что акула, как говорят биологи, у нее есть хребет, хрящ, как у дельфина. Но дельфин млекопитающий. То есть она как и дети, взрослые, как воспитывают своих детишек, когда рождаются дети, кормят молоком. У акулы такой способности нет. В этом отличие того, что акула рыба, а дельфин животное. Более того, акула опасна для людей, а дельфин может дружить с человеком и даже помогать ему. Здесь очень интересно после подобных задач, конечно, систематическую рубрику продолжать, изучение морских животных и рыб. Безусловно, если есть возможность, скажем, продемонстрировать фильмы про дельфинарии, о том, как с дельфинов можно дрессировать и как они себя ведут в воде. Ну и, конечно, в сравнении с акулами это было бы очень познавательно и интересно для детей. Это одна из форм визуального предоставления возможности пополнения своих познаний. когда мы с вами говорим о классификации. Что такое классификация, когда мы объекты или предметы систематизируем с вами по существенным и несущественным признакам. При этом несущественные признаки как вспомогательная классификация выступает. Например, когда мы говорим вообще об овощах и выбрали то, что представлено на слайде, то мы можем сказать, что это овощи зеленого цвета, но капуста круглая, огурец он продолговатый, горох вроде бы тоже продолговатый, но стручок он содержит горошины. Они находятся внутри стручка по форме очень напоминающего огурец. Но овощей очень много. Мы нашли те признаки, которые существенные являются как для овощей, для трех в данном случае избранных и вот те несущественные признаки, которые помогают классифицировать данный вид овощей. Таким образом мы можем следующие классификационные признаки с вами обозначить. То есть мы относим предметы явления или события к определенной группе, называя их обобщенным словом. Мы выделяем лишний по какому-то признаку предмет. Мы можем называть признак, который объединяет эти предметы. Это может быть металлическое, это может быть зеленое. Эти предметы могут летать, ползать и прочее. И признак, который их противоставляет. Скажем, мороженое, холодное, масса из окружающего мира. Когда мы на прогулке с детьми находимся, когда мы где-то едем с ними в музей или где-то, пожалуйста, попутно мы же можем с вами решать такие задачки из окружающего мира, из жизни в целом. Ну, например, как одним словом мы называем предметы в каждом ряду. Транспорт и подразделяем на рядовые отношения. Морской, воздушный, наземный и так далее. Игрушки. Игрушки какие бывают? Мягкие. Игрушки в виде животных и прочие классификационные признаки. Найдем в каждом ряду предмет, который не подходит к остальным. Это тоже, как мы видели, один из признаков классификации, который базируется на заданиях, которые подразумевают алгоритм «Найди лишнее». Что лишнее в данном изображении? Это все растения. А что же лишнее? Смотрю на ваши ответы. Гриб. Правильно, гриб, грибы. А вот в этом изображении здесь, казалось бы, все детишки изображены. А что с точки зрения мировосприятия детей, они на что должны обратить внимание? Кто тут лишний? Мальчик, конечно, здесь уже половой признак. Здесь тоже дети изображены. Мы кладем уже признак какой? Вот в этой картинке, на этом изображении. мальчик, который идет, пишут мне или все-таки неважно, сидят за партой, просто сидят. Три человека читают, но одна, точнее, без книги. То есть тут не признак сидения или хождения, а наличие книги, чтения. Вот это изображение животное, казалось бы, все домашние птицы. Что их отличает? Что тут лишнее? Уже на этом изображении. Курица, конечно, да? Здесь есть и гусыня, и гусак, есть, неважно, там, с гусенком, но курица, конечно, лишняя. А вот здесь последнее изображение, что лишнее? И по какому признаку, как вы думаете? Так, бокалы, рюмка, неправильно, неправильно, верно. Посмотрите, и бокалы, и здесь вот солонка и перешница, да, это стеклянные предметы, да, а вот соусы, это уже пластиковый предмет. Здесь из чего сделана посуда, главный признак, не столько соус, кетчуп, или тогда мы могли бы исключить и молоко, и там, бокалы с соком, компотом, или соль, или перец. Нет, конечно, здесь сам материал изготовления вот этой посуды. Вот и взрослые могут попадаться вот в такие маленькие логические ловушки, поэтому мыслим, как дети. Мы даем детям задания, конечно, должны уметь их обучать, что лишнее. но здесь, я думаю, вы безошибочно все назовете, что лишними здесь являются не вижу ваших ответов, носки, конечно, да, то есть общее понятие обувь, пусть не важно, ботинки, сапожки или сандалики это обувь, но носки все-таки это уже одежда, да, хотя родовое понятие одежды включает обувь, но носки выделяются из обуви по признаку того, что мы все-таки не выходим типа куда-то на улицу. Все здесь летает, все здесь летает. По какому признаку? Давайте определим по признаку здесь вот муха лишняя, да, а почему лишняя? Она же тоже летает, как и птица. Птица и насекомые, абсолютно верно, здесь уже признак по родовому признаку. Хорошо, молодцы, а здесь что лишнее? Верно, здесь насекомые подсказывают мне и лягушка, конечно же, из ряда насекомых уже выходит. Верно. Что здесь лишнее? Почему? Какой признак, на ваш взгляд, является лишним? Там жаба, лягушка. Хорошо, главное мы определили, что лишнее. Так, переходим к этому изображению. Как вы думаете, что здесь лишнее? зеркало считают очень многие. Почему? Ну, во-первых, здесь мочалка, расческа, зубная щетка, зеркало. То есть это предметы, которые, да, это мочалка. Есть кому-то непонятен четвертый предмет, а общее, остальное личное, да? То есть общее, это что? Щетка общая? Нет, конечно, расческа и зубная щетка общими не могут быть. Умывальная совершенно верно принадлежность, а вот зеркало, оно уже к этой категории не относится. Хорошо, хорошо. Какой лишний рисунок, на ваш взгляд, здесь и почему? Какой рисунок здесь лишний и объясните, пожалуйста, почему он не подходит? Давайте порассуждаем. здесь квадратики, квадратики, кружочки, кружочки. Хорошо, здесь квадратики в виде квадратика. Крайний справа несимметричен. То есть если мы берем признак несимметричности, как вы думаете, для детского мировосприятия это будет существенный признак, когда, ну там, допустим, сместились два шарика? один шарик тут лишний, кружочек, да, как они скажут. Здесь все правильно, здесь все ровненько, здесь кружочек, а здесь, тогда нам-то нужно с вами один лишний рисунок определить. Один, второй слева, второй слева, да, незаконченная фигура. Наверное, справа, да? А, вот этот вы имеете. Совершенно верно. Вот, ну, если тут судить справа, то это второй справа как раз бы, да, или третий слева. Незаконченный рисунок. Здесь не хватает как раз вот квадратика для того, чтобы у нас был треугольник. Здесь квадратик, здесь треугольник, квадратик, неважно, что здесь даже кружочек лишний, да? Да. Верно. Наталья Морозовна мне правильно подсказывает, что все зависит от выбранного признака. Абсолютно верно. Если вы скажете детям заранее, ну, вот здесь у вас задание, покажите лишний рисунок. И мы выбираем с вами существенный признак завершенность-незавершенность фигуры, да? На трех картинках фигуры завершены, значит, само собой, разумеющимся, существенным признаком является отсутствие вот какого-то недостающего элемента или лишнего элемента. Но у нас задание не лишние рисунки. Мы бы могли тогда убрать и крайний, вот правый рисунок, потому что здесь лишний кружочек. Вот поверьте детям, как раз вот они увидят сам квадрат, да, который здесь вырисовывается. Если вы зададите признак, ребята, давайте мы найдем с вами лишний рисунок, потому что здесь чего-то не хватает, все ли фигурки хватает. Все, как вы формулируете, совершенно верно, Наталья, и подразделяется на существенные, несущественные. Вот если вы дойдете до несущественных признаков, то совершенно верно. Вот из пройденного, да, были лишними рюмка и бокал, так как все остальные были емкостью с крышкой, хотя вы объявили лишним соусом. По принципу материала все правильно. Опять-таки, что является существенным, несущественным признаком? Что вы объявите, увидите, и с детьми вместе придете, да, может быть, существенный признак, важный для Натальи, будет отличаться от того существенного признака, который обозначила я. Но с точки зрения, посмотрите, там все-таки три картинки были, стеклянные вещи, да, и одна была вот из такого цветного, непрозрачного, ну, явно там, пластмассы или какой-то другой материал. Можно сказать, вот мне тут подсказывает Елена Шевченко, что и первые тоже не закончены, да, то есть вы имейте вот в виду вот эти вот прогалы, но, в принципе, здесь квадрат, он виден, так вот, то есть общая фигура, контурная, она как квадрат, прямоугольник, простите, или, ну, если по количеству недостающих элементов, то это будет прямоугольник, не столько квадрат, то есть в зависимости, еще раз повторяю, тот существенный признак, который вы закладываете в предлагаемый материал, это может быть недостающая фигурка, да, на картинке, это может быть цвет, отличающийся от других картинок, или, может быть, вы выберете существенный признак лишний элемент, тогда у нас подпадает вот эта крайняя картинка, да, как тоже вот кто-то из присутствующих, да, вот по количеству кружочков, если ваши дети уже имеют, умеют, имеют представление о цифрах и количестве, безусловно, мы можем и количественный признак с вами заложить и задать этот вопрос, да. Да, задание на креативность отчасти, Вера Ермолаева подсказывает здесь, тут уже, ну, креативность креативностью, но все-таки имейте в виду, то, что когда мы обучаем детей показать отличия, и почему вот эта фигурка выделяется от других, они могут даже такой признак вам назвать, который мы сейчас все вместе с вами здесь даже не увидели, не обнаружили. Так, ну что ж, двигаемся дальше, да, совершенно верно, я согласна со всеми вашими вот размышлениями о том, что в зависимости от того, что педагог-воспитатель закладывает в существенный, несущественный признак, это может быть количество. Если вы уже подошли с детьми, да, к цифрам, это в начальном, оказывательном звене вполне может сработать. А с младшими детишками, конечно, здесь от изображений фигуры, контур, вот вам треугольник, вот прямоугольник, да, что не достает до треугольника, верхушки, скажут вам дети. То есть дети, они очень просто мыслят. Здесь, я думаю, у нас споров будет с вами еще больше. Посмотрите, пожалуйста, какой признак объединяет предметы каждой группы. Понятно, здесь вы все формы скажете дерево, да, то есть деревянное. Здесь цвет красный. А вот если мы попросим детей исключить какой-либо элемент из изображения, как вы думаете, что из первой картинки дети в первую очередь исключат, несмотря на то, что общий существенный признак это дерево? Конечно, само дерево, как ни странно, потому что родовое понятие мебель здесь превалирует, потому что три предмета, они относятся к виду мебель, даже конура и то, как предмет мебели, да. Или живое, совершенно верно, признак того, что дерево живое, а предметы мебели это уже для детей это уже не живо. Если мы с вами посмотрим, да, Божья коровка пишут, совершенно верно, если фрукты-овощи, родовое понятие фрукты-овощи, то тут Божья коровка, она, конечно, конечно, будет вне сомнений детьми отмечено как неотносящиеся. А вот, как вы думаете, какой признак они ещё увидят? Вы знаете, я попросила нашего воспитателя, у моего сынишки в группе, при вот эту картинку показать, у четырёх леток. Многие детишки убрали клубнику, сказали, она не круглая. А вот коровка попала в круглый. Вот вам мировосприятие детей. Мы можем не согласиться? Нет, не можем. Ведь действительно кругленькие, а с их точки зрения клубничка, она продолговатая. И ведь правый по-своему, согласитесь, безусловно, Ольга Яковлева тоже здесь предлагает, съедобное и несъедобное, верно, да, тут не только овощи, фрукты, но съедобное и несъедобное. Соответственно, боже, коровка в любом случае, она будет в проигрыше. Но объединяет, соответственно, цвет. Если противоположные признаки, здесь особых затруднений не возникает. Здесь горячий-холодный, мягкий-твёрдый, большой-маленький. Это уже с двух с половиной-трёх лет детишки очень быстро усваивают, потому что наглядно-действенное мышление срабатывает. Это и из жизненного опыта. Чуть больше, наверное, осложнений вызывают уже вот такие задания. Их нужно с дошкольного, среднего и дошкольного возраста, чтобы дети уже знали, что это наименование месяцев, что вторая строчка – это наименование дни недели. Вы знаете, я была не то чтобы удивлена, потому что удивить меня уже достаточно сложно, но некоторые студенты, студенты, видимо, уже привыкшие, я их называю цифровые детки, потому что когда я им говорю, давайте встретимся там без 15,4, они меня поправляют. Ирина Ахнатна, а как это будет 15,45? Я автоматически говорю, потому что вот вам цифровизация. Времена года. Ну, времена года – это уже проще. Марина, Таня, Света, Наташа, безусловно, имена девушек, женщин, но и жучка, полкан, тобик – это, конечно, наименование домашних животных, в частности, собак или псов. Вот эти задания очень лёгкие, на мой взгляд, их уже с трёх лет обычно, с двух с половиной, с трёх лет воспитатели используют в своей практике времена года, как мы говорили, да, домашние животные с их описанием, инструменты, мальчики с удовольствием, девочкам объясняют, транспорт такой-то, ну, единственная сложность видовых отношений – это наземный, морской и, может быть, подводный транспорт, то, что дети ещё меньше знают или слышали. Здесь, конечно, можно уже на широком иллюстративном материале показывать. Ну, и опять-таки, вот те родовые понятия, которые могут объединить или исключить то, что в одном ряду располагается. Понятно, что в первой строчке будет лишним, будет лишним, да, девочка. Во второй строчке, где признак основной – это размер, то красивый, совершенно верно вижу, красивый уже исключаем, да. Здесь глагол активного действия – и прыгать, и бегать, и ползать, это физически, да, думать – это уже интеллектуальное действие, исключаем. Белый, зелёный, умный, красный – понятность цветовой гаммы, умный будет, совершенно верно вижу. Храбрость, честность, доброта, знания. Вот здесь частенько, конечно, детишки с абстрактными значениями слов чуть реже встречаются, и доброта, знания, прошу прощения, знания, которые исключаются в последней строчке, они не видят, считают, что это знание тоже принадлежит человеку, как вот качество. То есть мы качество отличить от достояния интеллектуального пока вот в среднем возрасте, безусловно, это сложно, в дошкольном уже должно быть легко. Закономерность, когда мы с вами усваиваем с детишками, то, безусловно, со среднего уже дошкольного возраста мы легко выбираем. Если собачка – котик, то, соответственно, в паре дети с удовольствием собачку обозначают. Правда, была одна девочка в группе, где мы проводили эти задания, где сказала, мне кошечка больше нравится. Вот, кошечка больше захотела кошечка. Но закономерность, конечно, дети должны видеть. По цветам. Вот эти вот задания несколько осложняют их восприятие. Вот менять, вроде закономерность видит, там, красный, синий, красный. А вот поменять местами – это уже пространственное мышление, к которому мы тоже сейчас подойдем. То же самое и с этими бусинками. Мы вот не видим, что здесь нужно звездочку одну вместо бусинки синей добавить. Или наоборот, звездочку убрать и с бусинкой, да, вот здесь вот заменять. То есть вот вариантность. Вариантность тоже нужно предлагать детям, чтобы они видели. Или, или. Если такие варианты решения достаточно. Ну вот в ребусах любят тоже детишки по количеству, да, если там уже в пределах до пяти со среднего школьного возраста умеем считать, то зайки, обезьянки, конечно, кошечку все ставят в этот, в эту табличку. Ну и связь между собой, уже с дошкольного возраста дети должны уметь различать, что и дерево, стул, как мебель из дерева, да, дом кирпичный. И, кстати, сразу обогащаем лексикон, говорим, дом из кирпича – это то же самое, что кирпичный, да. Это пшеница и хлеб, взаимосвязь того, из чего хлеб делается, да, чтобы не получилось, как в анекдоте, который бытовал в наше время, нам рассказывали, что вот есть детишки, которые… А почему булки на деревьях не растут, да, вот такое вот было незнание того, из чего хлеб делается. Ну, во всяком случае, в наше время анекдот такой ходил о детях. Ну и, конечно, ткань и из чего шьется одежда. Из ткани, ну вот этот предмет, может быть, детям даже нужно пояснить, что это отрез ткани. Многие просто не видят вот ткани в таких, в тканях магазинах, возможно, не были. Опыта маловато бывает. Ну и из предложений, которые тоже связаны с логическим мышлением, но это уже вот та школьный возраст, когда нужно последовательность, увидев закономерность, да, увидеть ошибки в таких предложениях. Правильно ли то, что после утра наступает день? Ну, там, допустим, похлопайте, пожалуйста, если это правильно. Потопаем, если это неправильно. Помните, да, в моих некоторых вебинарах такие задания были. Перед осенью идет весна? Нет, конечно, топаем, да. А на яблоне выросло много яблок? Совершенно верно. Осенью на деревьях распустились листья? Топаем. По реке едут автобусы и машины? Да, естественно, тоже топаем, потому что неправильно. Ну и понятно, что всегда из таких закономерностей, из логических операций всегда есть исключения, которые составляют анекдоты нашей жизни. Я просто сразу вспоминаю анекдоты. Учительницы младших классов задают вопросы детям, когда лучше собирать яблоки. Ну и, конечно, дети отвечают, что осенью, когда яблоки поспели, когда яблоки покраснели. И лишь один ловочка говорит, да, когда собака на цепи. Вот вам та креативность, которая деткам иногда может быть очень интересной. Ну, нестандартное решение задачи, как мы относим. Вот такие задания, они тоже во многих учебных пособиях и для детских садиков, и вот в тех развивайках, которые используются в начальном образовательном звене. Очень много, да, там мы не только пару подбираем, но еще выбираем из предлагаемых. В данном случае закономерность от большего по размеру к меньшему. Естественно, средний ромбик мы выставляем сюда. Кстати, когда есть интерактивные доски, вот такие упражнения очень удобны для выполнения. Вот скажите, пожалуйста, что бы вы из нижней части экрана выбрали в соответствии с теми картинками, которые идут тут? Какая закономерность? Да, Ольга к предыдущему слайду написала так. Круг, да, голубой круг, совершенно верно. А почему мы не возьмем красное сердечко? Два круга, два красных сердечка. Дальше можно продолжить опять два круга, два красных сердечка. Как вы думаете, почему? Ловушка. Верно. Ольга Яковлевна правильно подсказывает. Чередование идет, да, вот она. Мы должны вот на эту троечку с вами ориентироваться. Вот так два голубых круга и так далее. Детишек тоже, естественно, на это настраиваем. Выбор идет. Вот все практически здесь есть. А что сюда? Какой предмет, какую картинку вы бы расположили здесь? Просто ромбик. Ромбик с точкой. Вот такая четырехконечная звездочка. Что напрашивается здесь? Звезда с точкой, совершенно верно. Совершенно верно, молодцы. Так, ну вот эта вот пирамидка, это уже пространственное мышление. Она больше, наверное, вот дошкольный возраст. Или больше даже начальное школьное звено. Как вы думаете, какая пирамидка, как пирамидка эта выглядит сверху? Третья. Третья, совершенно верно. Третья. Вот детишкам объясняем. Доходчиво. Когда мы смотрим на пирамидку сверху, как птица с полета наблюдает. И мы соотносим по цвету все те грани, стороны пирамидки, которые сверху будут выглядеть как четырехугольник. Хорошо. Ну и, соответственно, множество предложений, которые предполагают, опять-таки, опору на, пусть, небольшой жизненный опыт детей. Здесь, вот, как правило, ошибок не совершаются. Здесь все из жизни, все верно. Во всяком случае, вот в нашем опыте, когда мы предлагали детишкам с четырех лет вот эти упражнения, предложения, таких вот нет. Ну, умозаключения. Умозаключения – это тоже форма мыслительной деятельности, когда мы из нескольких суждений делаем некое заключение. Кстати, на подмене некоторых суждений строится аллогизм. Это те логические ошибки, которые, к сожалению, дети совершают при письменно-творческих заданиях. Поэтому по аналогии, я не случайно первые мыслительные операции вам дала, да, если кролик любит есть морковку, то мышка, зернышки, сыр или зерно. Верно. Ну, как правило, стереотипно сыр, да, возникает у нас. То же самое по аналогии заключения. Если как корова и теленок, так и курица, и выбираем из трех. Как корова и теленок, так и курица, и верно. Цыпленок, конечно, идет или первый, или нет. А почему не яйца? А если бы были, если бы в каком случае, дорогие мои, мы выбрали бы яйца, тогда как корова, так и молоко, наверное, да, здесь детеныш, совершенно верно. То есть здесь признак идет уже детеныш. А если бы было молоко вместо теленка, то, конечно, курочка и яйца были бы, да. Так, у нас заключение по аналогии. Если очки, как очки, так и солнце, да, зонтик мы выбираем уже дождик. Верно, тут туча с дождиком, да. По аналогии, опять-таки, посмотрите, коза и козленок, если медведица или медведь, то, безусловно, медвежонок. Здесь опять детеныша. Ну, вот те, кто уже счет усваивает или хотя бы зрительно видит желтого или голубеньких птичек, цыплят здесь больше, то, конечно, кого на рисунке больше? Можно пересчитать или даже зрительно, верно, птички. Закончим рассуждение. У всех птиц есть крылья. Если петух птица, то значит петух... У всех птиц есть крылья. Петух птичка, значит, у петуха... Ваша завершенная рассуждение. Есть крылья, совершенно верно. Но не факт, что петух летает, да, как и у ласточки пингвина тоже есть крылья, но ласточка летает, а пингвина нет. У всех птиц есть крылья. Петух птица, значит, у петуха есть крылья. Если все обезьяны любят бананы, а мартышка это обезьянка, значит, мартышка совершенно верно любит бананы. напишем вы. У всех деревьев есть корни. Дуб, деревь, значит, у дуба есть корни, да, как и у всех деревьев. Если все осенние месяцы дождливые, то мы можем взять октябрь или ноябрь, ну, лучше октябрь, да, в ноябре может и снег пойти, что может в разрез с жизненным опытом детей идти. Осенний месяц, значит, в октябре дождливый месяц, совершенно верно. Пространственное мышление, да, вот я уже в завершение с вами иду, то, что уже формируется, кстати, вот не случайно предметы геометрии, химии, физики, они в 7, 8, 9 соответственно классах, да, с 8 класса там начинаются отдельные, потому что на пространственном мышлении, да, у нас строится учебная программа этих дисциплин, но мы закладываем основу пространственного мышления вот уже вот с таких задач. Простейшие лабиринты, ну, вот такие уже средние и дошкольные звено. Для трех лет их можно предложить, конечно, лабиринты попроще, да, с маршрутом, где детишки без затруднений могут выйти. Или если мы усвоили уже геометрические фигуры, то безусловно из каких геометрических фигур состоят данные картинки. А вот когда с лабиринтами, совершенно верно подмечает Наталья, слушатель, что лабиринты это очень интересно, можно и самим придумать лабиринты, а квесты, как аналог лабиринтов нож в жизни, это тоже очень весьма-весьма полезно. Вот дошкольный и младший школьный возраст, когда мы можем найти те фрагменты, которые соответствуют по цвету, по форме, ту самую фигурку, скажем, заплатки подбираем, да, из предлагаемых, или у полотенец находим такую же середку, которая там по цвету. Ну вот лево-право-право-лево иногда, как говорят инструкторы, которые по вождению у нас бывают, что путают право-лево-лево-право, вот у нас мы закладываем это уже, конечно, с детского возраста. Нарисовать, допустим, обвести в кружочек животных, которые направо смотрят, или тех, которые налево, можно взять в четырехугольник. Вы сразу одним выстрелом двух зайцев убиваете, потому что и фигуры повторяете, и заодно пространственное мышление. То же самое мы в паре цветов, можем показать, какой цветочек справа, какой слева, ну и, соответственно, подчеркнуть или взять разные геометрические фигурки. Ну и загадки, загадки, которые помогают на основе признаков или сравнений, это уже мыслительная операция, определить, да, лежала между елками, подушечка с иголками, тихонечко лежала, потом вдруг убежала. Что из трех? Конечно, это ежик, да. Ну и, соответственно, сравнение, смотрите, черненькая собачка, свернувшись лежит, не лает, не кусает, но в дом не пускает. То есть исключается, эта собачка у нас лает и кусает, это все-таки пускает, остается у нас даже методом исключения, верно, замок. Всех на свете обшивает, что сошьет, не надевает. Ну, девочка исключается, по-видимому, она может шить, но и надевает. Ножницы, ну, не только шьют, конечно же, это иголки, да. Знаешь ли ты, посмотрите, здесь сравнением, такие вот загадки, они немножечко для детей представляют собой ловушки, потому что есть у нас полосатое ядро, кумачевое нутро, хвостик, как у хрюшки, в виде завитушки. Зебру мы исключаем, потому что полосатость, совершенно верно, арбуз. Ну, и завершая нашу сегодняшнюю встречу, мне бы хотелось, конечно, не только обратиться к воспитателям и к педагогам сегодня, пребывающим на моем вебинаре, но и к родителям, и все вы тоже являетесь родителями, да. Когда мы идем в садик или в школу, когда идем из школы или из детского садика, интерес к детям, как психологи подмечают, ведь порой, вот я сама замечаю тоже, порой дети пытаются нам что-то рассказать, что им интересно, они хотят вынести из сада и школы то, чем можно поделиться, рассказать, и то, что на них действительно их впечатлило и на них воздействовало. Мы дети бываем, мы родители бываем очень порой слепы и глухи, да. Вот психологи выделяют так называемую паузу из трех минут. Найдите в себе возможность и средства оторваться от телефонов, оторваться от чего-либо, пока идете к машине или пешком, на уровне с ребенком. Присядьте на корточки, посмотрите ему в глаза, пусть он поделится впечатлением, подержите его за ручки, обнимите, поцелуйте, что интересного сегодня с тобой было. А давай-ка мы с тобой и дальше, по пути или обратно. Вот те игры, которые я, вот из того бесчисленного количества игр, которые я нашла вот в интернет-пространстве, и мы сами на ходу можем выдумывать. Вот игра, что для чего, да. Хлеб где у нас находится? В хлебнице, сахар в сахарнице, конфеты в конфетнице. Пополняем лексикон, пополняем безусловно, сложные слова выводеваем. Вместе веселей. Если мама, сын и дочка, что они делают? Идут в школу, в садик, играют там. Летит, клюет кто? Вспоминаем наименование птицы и прочее, прочее. Вот такие игры и веселый счет. Ведь вокруг много домов, машин, кирпичиков и еще чего-то, что там, сугробы, лужи и так далее. Читаем заодно. Находим дерево интересное, которое, может, по внешнему виду привлекло внимание, рассматриваемся, учимся кустарники отличать от деревьев. Или игра как можно, активируем словарь, да, вот как плохо, хорошо можно одеться, модно, стильно, красиво, просто, удобно и так далее. Вот вам лексико-семантическая группа. И время детей этим уделяем, и сами развиваемся, и детишек настраиваем на успех в жизни. Ну и, дорогие мои, я хотела бы вам порекомендовать, пожелаю, естественно, творческих успехов в работе. Ну вот тот минимум, который привлек мое внимание в интернет-пространстве, потому что материала вы знаете очень-очень много. Вот из последних особенных изданий и вот электронных изданий вам в руки. И, конечно же, успехов-успехов в работе и в общении с нашими подопечными. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Я сейчас смотрю, вопросов пока нет. Так, по чату пытаюсь пробежаться вроде бы. Так, ну вот мы с вами поработали хорошо и верно, и много признаков даже, нашли и по количеству и прочее. Так, хорошо. Так, ну у меня все. Я, наверное, с вами прощаюсь. До следующих встреч. С лучшими пожеланиями. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok